Здравствуйте! Это программа Сумма за неделю. Несколько сюжетов из недавнего прошлого про самое настоящее. Сегодня в программе пришел январь, покуда не ждали, как с авариями и обморожениями город пережил блицкрик зимы. Дорого и опасно, как нарушают правила в маршрутках, что с этим делать и когда билеты подорожают. Он и Трампа нарисовал. Художник Никас Сафронов объясняет, как своей кистью спасет мир от Третьей мировой и наладит контакт с инопланетянами. Главная битва этой недели со стихией. Стремительным наступлением генерала Мороза, который больней всего ударил по Уралмашу с Эльмашем. Потом взвинтил цены на рынках валенок и пуховых платков и даже испугал иностранного рождественского деда. Хотя и сплотил горожан. Евгения Лемесева посчитала потери зимнего блицкрига и смогла найти в резкой и ранней зиме хорошее. Мороз в Екатеринбург на этой неделе не только пришел, но и прилетел. Прямиком из Финляндии, променяв оленью упряжку на бизнес-класс самолета. Этого Санту зовут Йоулу Пуки. В Екатеринбурге он с рождественскими поздравлениями и рассказом о традициях праздника. Финский Дед Мороз на Урал прибыл в рубахе и тонком жилете, но его закалки оказалось недостаточно для российской стужи. Заморского гостя согревали теплым приемом воспитанники детского дома. Аномальные холода заставляют утепляться и местных жителей, из-за чего у продавцов горячие продажи. Екатеринбуржцы раскупают шали из козьего пуха, шерстяные шапки и валенки. Эта исконно русская обувь шагает по морозу в ногу со временем. Самая теплая обувь получается, валенки. То есть люди стоят на остановках, они замерзают. Обувь резиновая, получается, подошва резиновая, она замерзает. Естественно, человек замерзает и мерзнет. В стужу обувь должна быть свободной. Перчатки заменены варежками. А если гулять, то только на сытый желудок. Этой осенью такие указания врачей и работников учреждений спасают горожан от обморожений. Мысли о похолодании греют только школьников. Ну, это довольно будет радостная новость, потому что все-таки у нас отменят уроки и можно не пойти в школу. Но, тем не менее, бояться холодов не стоит, если ты знаешь правила сохранения своего здоровья. Мороз задал жару аварийным службам. МЧС организовала мобильные пункты обогрева для водителей, попавших в тяжелый плен на трассах. А социальные работники предотвращают голодные и холодные смерти бездомных. Выдают им шапки и куртки, почуют лапшой и чаем со сладостями. Вот только от масштабных ЧП застраховать могут не все службы. В Орджоникизовском районе во вторник настал конец света. Кромешная тьма царила больше 12 часов, нарушив планы 120 тысяч горожан. Без электроэнергии остались все здания района, включая школы, магазины. В частном секторе даже не было отопления и воды. Движение на дорогах тоже сковало льдом. Была на работе, позвонили из детского сада, сказали, что на Уралмарше нет электричества и нужно срочно забирать детей из групп. До 12 нужно всех забрать, потому что из-за отсутствия электричества детям не успели приготовить обед горячий. Вот, иду забирать сына. Из-за холода второй день уже никак не запускается. Завелся сам, помоги другому. По этому принципу в леденящий холод действуют автолюбители. Чтобы отогреть замерзшие машины, активисты бесплатно готовы ехать куда угодно. Говорят, в соцсетях в эти дни просто сыплются просьбы прикурить разрядившийся аккумулятор. Просьба была за 14 число 58, за 15 число до 4 часов дня уже было больше 100. Вот, то есть, и плюсом будет морозово, который сегодня-завтра, ну, мне кажется, будет еще больше. Оледеневшие сердца оттаять заставили и работники некоторых кофеин. Они раздавали прохожим горячий чай. Увидеть плюсы от такого минуса удалось многим свердловчанам. Оказалось, что сочувствие и взаимопомощь не замерзают даже при температуре ниже нуля. Надо просто зарядиться хорошим настроением. Все, и вышел вот так. И все, и красота. На этой неделе сразу две транспортных новости, которые по смыслу как лобовое столкновение. С одной стороны, плату в метро предлагают поднять до 28 рублей. А с другой стороны, автомобилистов, их в городе почти каждый второй человек, будут пересаживать на общественный транспорт. Вице-мэр Евгений Липович прямым текстом сказал, параллельно с мероприятиями по улучшению городской мобильности и повышению привлекательности пассажирского транспорта, будут осуществляться антистимулирующие мероприятия по использованию личного транспорта. Как сейчас выглядит самый быстрый и самый вездесущий вид городского транспорта, то есть маршрутки, знает Игорь Бонгин. Он вернулся из специального рейда. Поворот за благовременно. Получается 10.50 Краснолесья-Дегенина, движение с открытыми дверями. Значит, 10.57 Барлина-4, движение с открытыми дверями. Этих нарушений хватило бы на десятерых. За один рейс водитель заработал штрафов на несколько тысяч рублей. Учет вели инспекторы, один из которых ехал следом за маршруткой, а другой в салоне. Такие нарушения, как правила маневрирования, правила использования световых и звуковых сигналов и приборов. Также был зафиксировал факт разговора по мобильному телефону. Выходя в рейс, водители не подозревают, что за ними следит большой брат. Основные нарушения – это проезд на красный сигнал светофора, остановка не по правилам и выезд на встречку. Следуя за одной маршруткой, инспекторы фиксируют на камеру до 10 нарушений. Кажется, что многим шоферам правила перевозки пассажиров не писаны. Только за этот год Свердловская ГИБДД зафиксировала 7 тысяч нарушений. В шести случаях погибли люди. В Екатеринбурге антирейтинг возглавляют водители автобусов, что ездят через Уралмаш и Академический. В этом случае применяется административная ответственность как к водителю, так и к должностному лицу. Выявляем мы технически неисправные транспортные средства. Опять же, здесь применяется ответственность как к должностному лицу, так и к водителю. Плюс ко всему мы выдаем представление об устранении нарушения законодательства. Чтобы не разориться на оплате штрафов, добросовестные перевозчики сами приглядывают за рулевыми. Сейчас ее данные, вот она едет, 42 километра в час. Улица Бакинских комиссаров, местоположение, дом 167. Перед глазами у диспетчера 100 маршруток, курсирующих сейчас по городу. На мониторе хорошо видно, кто отстает, а кто гонит. Система ГЛОНАСС и превышение скорости замечает, и остановки не по правилам. Скорость движения, она фиксируется, с какой движения скоростью он двигается, это да, само собой. На каких остановках он останавливается, какие вдруг остановки он проехал. Ну, всякое же бывает. Поэтому это все видно в онлайн. Следить за тем, чтобы водители ездили по правилам, могут и сами пассажиры. Горожанам советуют снимать нарушения на видео или регистраторы и отправлять записи в ГАИ и перевозчикам. Телефоны диспетчеров должны быть в каждом салоне. Но зачастую одно лишь предупреждение о жалобе заставляет лихача остепениться. Это еще не все, что мы хотим вам рассказать. Смотрите после рекламы в программе «Сумма за неделю». Лучше пахнуть, чем мерзнуть. Историк моды Александр Васильев бережет мужское здоровье и пахучее женское самолюбие. Он и Трампа нарисовал. Художник Никас Сафронов объясняет, как своей кистью спасет мир от Третьей мировой и наладит контакт с инопланетянами. Ночь, улицы и канделябр. И кто-то шепчет, ничего, ведь это же всего ноябр. Лучшая городская поэтесса сама мерзнет, а нас греет своим теплом. Мы вернемся после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Это снова «Сумма за неделю». Давайте продолжим. Прямо сейчас интервью с историком моды Александром Васильевым. Ольга Новгородова его спрашивала про то, как по такой погоде выглядеть как человек, а не как закутанный филиппок. А историк моды ей все больше про запах женщины. Да, про запах женщины. Считается, что в Екатеринбурге очень плохо обстоят дела с модой. Разделяете ли вы это мнение? Нет, мне кажется, что это прекрасно. Это один из самых хорошо одетых, тепло одетых и богатых городов России. Никакой критики с моей стороны не получите. Здесь очень много разных типов населения. Здесь живут разные нации, разные возрасты, разные достатки. И я за 20 лет моей работы в Екатеринбурге видел столько разных людей, что я не могу подвести черту ни к единому стилю, ни к единой логике, ни к единому достатку, ни к единому вкусу. У всех что-то свое. Здесь разнообразие. Здесь живут люди очень самодостаточные. Потому что климат этот достаток здесь диктует. Здесь дураки не выживают на морозе. Если бы они жили в трупиках, это гораздо проще. Не надо делать усилия. Тяжелый климат воспитывает людей. Когда у вас всегда тепло, пальмы и бананы, не надо ни учиться, ни лечиться, ни о чем думать. Здесь же для того, чтобы в этом холоде выжить, надо заработать на квартиру. Надо иметь какой-то успешный бизнес или какое-то удивительное образование, которое дает вам, согласны со мной, преимущество и возможность. Если вы не хотите бегать по улице, то вам надо завести какую-то теплую машину. На эту машину тоже нужны деньги. Если вы не хотите продрогнуть и лежать в больнице или в госпитале, вам нужна шуба или хотя бы солидный пуховик. Мы тут все мерзнем. Вы сказали, что вы абсолютно не мерзнете. Я взял даже кольцо с собой. Сейчас я без них, но я взял теплые кольсоны. Скажите нашим мужчинам, чтобы они носили. Носите мужчины кольсоны. Если вы не хотите застудить ваши гениталии, носите кольсоны, иначе у вас не будут детей рождаться. И шапки какие-то посоветуйте, умоляю. Шапки все время носите, шапки. Но не вот эти вот. Нет, не вот эти маленькие штучки не носите. Носите большие, меховые. И сейчас в тренде ушанки. Скажите, пожалуйста, где-то самая тонкая грань между чистоплотностью и уходом за собой и метросексуализмом. Метросексуальность вышла из моды очень давно. Когда? Всего лет 10 тоже. Сейчас в моде только хипстеры. А хипстеры-приверженцы неогранжа, поэтому со чистотой особенно не следят. Неогранж любит пятна, тыры, потертости. Сегодня в моде неряшливость. Поэтому этой грани больше не существует. Неряшливость и грязь – это разные вещи. Ну, ясно, разные вещи. Но у каждого свои представления. Вот сколько людей ко мне приходит целоваться. Иногда, знаете, такие запахи. А иногда очень приятные. Здесь брезгливость и чванливость вообще неуместны. Когда вы любимец людей, меня каждый день целует больше ста человек. Каждый день. Каждый день я фотографируюсь больше ста женщинами. Иногда четырехстами женщинами в день. Она идет ко мне со всем сердцем. Хочет обняться. Ну, я целуюсь с ней. А мужчины почти никогда не приходят на лекции. На 100 женщин приходит 4 мужчины. Потому что мужчин у нас в стране мало, и они мало интересуются модой. В принципе, у нас почти всегда мода имеет женское лицо. Это драма. Мода для тех, кто имеет деньги, время и не знает, как одеться. Чувство стиля может прийти к 30 годам. Я считаю, что до 30 лет каждый имеет право на эксперимент. И я очень поддерживаю молодежные эксперименты. Для них самое важное в стиле – это любимая группа. Любимые музыканты. Любимые поп-исполнители. Для них очень важны любимые кино-герои. Любимые мультфильмы. И они подражают часто таким героям. Девочки, например, маленькие подражают часто кукле Барби. Им кажется, что это делал красоты. Другие – какой-нибудь молодежной певице. Потому что она очень симпатичная и в интернете часто мелькает. Я считаю, что это как раз то самое время, когда можно волосы покрасить в синий, в зеленый, побриться наголо, сказать, что ты панк, проколоть тебе нос, сделать себе тату, которую потом будете сводить за большие деньги, сделать себе дыры на джинсах. Будни известного художника. Думал, что победит Хиллари и уже нарисовал ее портрет, но потом срочно стал писать картину с Трампом на фоне Белого дома. Но перепутал резиденцию президента с созданием Конгресса на Капитолийском холме. Самый популярный российский портретист Никас Сафронов рассказывает, как с ним это случилось, а еще объясняет, почему его картины с изображениями мировых лидеров спасут нашу планету от войн и заодно помогут наладить сотрудничество с инопланетянами. Здравствуйте! Мы разговариваем с художником Никасом Сафроновым, который приехал в Екатеринбург и привез свою выставку «Избранная». Причем кураторы пообещали, что она будет проблемной. Как это так? Проблемная выставка Никаса Сафронова? Нет, ну проблемная выставка – это условно, конечно, не будем пугать зрителя. Имеется в виду разные амплитуды картин, представленных от графики, символизма, кубизма, там, и, конечно, Dream Vision. Не проблемная, а такая интересная для споров, для беседы, для общения, чтобы у каждого человека сложилось какое-то впечатление, и показан разный диапазон моего творчества и разного периода. А вы сюда приехали только показывать или сами что-то хотите посмотреть? У нас недавно умер художник Миша Брусиловский, сейчас идет его посмертная выставка. Мы были знакомы неблизко, но я с ним встречался, я знаю его творчество, он достаточно известный художник, андеграунд такой, вот, шестидесятник. Конечно, я сюда очень посмотрел еще работы его, и почту память замечательного художника, который здесь жил, творил, и, в общем, прославлял своим творчеством мир, Россию. Вы же буквально на этой неделе закончили портрет Трампа, когда вы его представите. Я закончил только сегодня его, перед поездкой сюда, и я перепутал Белый дом, перепишу сейчас Конгресс на Белый дом, и представим публике, мы вам пришлем буквально через несколько дней. Если такой портрет будет подарен кем-то из первых лиц, и это как-то послужит каким-то дополнительным ресурсом для соединения наших стран, а искусство, оно как раз и создается для того, чтобы людей расслаблять и показывать, что мир должен жить сегодня такими вот, как бы, творческими процессами. Как-то спросили у Эйнштейна, как вы думаете, будет ли Третья мировая война? А он сказал, Третья не знаю, но Четвертой точно не будет. Понимаете, потому что сегодня столько вооружения, и мой друг Прокопенко такой, Игорь, ведет программу «Военная тайна». И он там брал интервью одного генерал-полковника ФСБ, серьезного человека в отставке, и тот как бы выходил на связь с некими инопланетянами. И он говорит, вот там, дайте технологии, нет, не дадим. А вот помогите, он говорит, не могу. У вас замечательный мир, замечательная планета, но у вас много вражды друг с другом. Вот вы должны примириться, и у вас будет рай. Вот понимаете, правда, это неправда, но как бы вот дружба сегодня. А сегодня негатив, понимаете. Вы прям правда верите в инопланетян? Показывали Ямал, и там как бы необыкновенные какие-то дыры появляются, как будто что-то всасывается вовнутрь. Значит, что-то происходит, это выкачивается нефть, выкачивается газ, и Земля ведет себя неадекватно. И инопланетяне, или не инопланетяне, мы смотрим на это, как, знаете, на неких маленьких человечек, но что-то такое присутствует, что-то такое существует. Почему круги на полях, понимаете, в разных точках, и много веков уже, ну, пытались это перевести в шутку студентов, но это невозможно так сделать, понимаете. Значит, какие-то есть вещи, о которых нам пока досили, как бы не то, что неизвестно, мы только догадываемся, но стараются нас не огорчать или не расстраивать. Поэтому существует в мире очень необъяснимого много, и существует как бы на тонком плане какой-то мир, который мы только можем чувствовать. Вот у меня в Оренбурге была выставка, и последний день. Это государственный официальный музей. Опечатали двери, включили монитор, а утром проверили монитор, а там по залам летает шар, откуда, понимаете. Я пишу мальчика больного, вот, в виде ангела, и он поправляется. Женщина, которая не могла рожать, заказала работу, икону, и родила 48 лет. Есть вещи очень многие необъяснимые, почему искусство так влияет. И не я в это вкладываю, это вкладывается какая-то энергетика, переданная мной через холст, полученная от родителей, от предков и так далее. От живописи к поэзии, от столичного художника к лучшей екатеринбургской поэтессе. Александра Аксенова на этой неделе, как и все, привыкает к январским холодам в ноябре и предлагает лучший рецепт спасения от зимней стужи. Мороз и солнце, день чудесный, зелёный лист с берёз не снесть, и каждый год вопрос, ну честно, чего ж так холодно, прям жесть. Ночь, улица и канделябр, и кто-то шепчет, ничего, ведь это же всего ноябрь, нагрянет минус, ого-го. Замёрзли окна во трамвае, как в тонировке белый тлен. Ты думаешь, мол, у Люкаев хотя бы дома, да в тепле. На Уралмаше свет так ждали, сидели в темень при свечах. И вот ведь диво, как джедаи, дома во световых столбах. Ноябрь, ноябрь, лишь начало, и в эти минус, ого-го. Возьми теплее одеяло, не спи, дружище, в одного. Это была «Сумма за неделю». События из недавнего прошлого про самое настоящее. Все выпуски есть на сайте якбург.тв. Телевизионная версия снова выйдет в будущую пятницу. Спасибо, что смотрели. Встретимся снова. Не замерзайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok